ДОТА 2 Только ДОТА на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV Испорт Бэтском. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. Испорт Бэтском. Живой азарт и холодный расчет. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Каспер, с вами StarLadderTV, с вами... Сейчас будет еще лост, наверное. Он куда-то вышел, но совсем скоро должен вернуться. И мы начинаем смотреть очередной матч турнира The International. Точнее, его квалификационной части. Это Европейский регион и Тим Кост Гейминг. Они же Мономаньякс. Они сейчас у нас везде как Мономаньяки. Просто они, в принципе, есть Мономаньяки. Ну да ладно. И Тим Хе-Хе. Которые пока начали не особо удачно. Вот ко мне присоединяется сейчас лост. И я подкажу вам по которой нервную таблицу. Что же у нас тут есть? У нас есть Рокскиз, которые идут без поражений. Четыре игры, четыре победы. Дальше Маус Спортс. Три игры, три победы. Дальше Мономаньякс и Пауэр Рейнджерс и Виртус Про. У всех трех команд две выигранных каточки и одна проигранная. Ну а потом у нас идет группа с минусовой статистикой. X-Game, KZ, Meteor Makers, Relax, Aware и Хе-Хе. Как раз такие Хе-Хе. То есть сейчас у нас играют ребята, скажем, из верхней части. Топ-3 против последнего места. И шансов у Хе-Хе, как я предполагаю, не слишком уж и много. Ну и вот они на ваших экранах. Забавные фоточки. 40% ивенрейт, между прочим. Ну, ребят. Ну, я думаю, сейчас квалификации им подпортят. А где они вообще играли? Ты где-то видел? Может, их комментировал когда-то? Нет, конечно, потому что я комментировал в последнее время только International. А ребята, видимо, образовались не так давно, потому что 25 игр официальных сыграно. Так что это не слишком много. Ну, ладно. И вот более известные для вас Monomaniacs, которых вы тоже, естественно, не знаете. Но которые, как мы говорили, темная лошадка, побеждающая многие интересные коллективы. В том числе и Virtus.pro. И интересен у них винрейт. Посмотри на Кентаври и на Думе у них винрейт 100%. Получается, что они, видимо, еще не успели поиграть с такими коллективами, как Na'Vi Alliance, но в своей весовой категории. Да, они справляются, причем довольно уверенно. Ну и, как мы видим, по бику эти ребята действительно нас любят. Чем-то нас и дальше удивлять. И опять у нас такая непредсказуемая дотка. То есть я вот хочу отметить то, что у нас у меня почему-то на слоте играет замена Solon. То есть действительно это замена или это просто так? Нет, это просто никнейм и не такой. Вот я сейчас могу еще раз включить состав Monomaniac. И Solon у них вот он на первом слоте сидит. Это просто, видимо, профайл он свой не заполнил, как должным образом полагается. Ну, собственно, и тут он у нас есть. Да, поехали. Trend Protector Patma Invoker Kentaur. Вот прям самый... Самый смак. Смак, да, этих моих любимых героев. Только что двух демона им туда не хватает, на самом деле. И тот, потому что он в другой команде сейчас играет. Да уж. Да, ребята у нас имеют пока блестящую комбинацию. Кента врывается и дальше Мирана с инвокером там раскастовываются и убивают. А у Тим Хе-Хе у них немножко другой путь. Не любят вообще у нас некоторые команды вообще стали, зачем они нужны, да? Просто ненависть какая-то у них явно есть к этим станам. Да, они просто берут замес. Они берут замес, это, наверное, трех летейших героев. Это Darkseer, Brewmaster, Луна. Это из серии. Сейчас Darkseer, Brewmaster, они стянут всех туда. Клэр. Стенка и ультимейт Луны, да, и всем конец. Но, как мы с вами видим, что команда высокого уровня, они это прекрасно понимают. И они так вот сплитают. Сплитают противника так, что... Да, ну и вот мы сегодня уже видели подобную тактику против Кентавра. Как только все залетало, Кентавр нажимал красную кнопку, все разбегались. И как только вся вот эта... Весь момент инициативы был потерян команды противника, они возвращались и убивали. Да, и вот теперь мы видим, что Хе-Хе тоже поняли, что у них было в прошлых играх. И теперь у нас Лешрак. Комбина под Шадоу Демона. Все, комбинация, есть стан, все. Я считаю, что это уже успех. То есть, это Дарксер стягивает, туда клапает, дает стан Лешрак. После двухсекундного стана Лешрака дает клап Панда. И Луна заходит, нарезает. А у Тимки Ке Лич. Вот, интересный товарищ у нас. Не люблю Лича, скажу честно. Но, судя по пику, видно, что он просто усиливает свой рассказ. То есть, поскольку у нас есть Кентавр, который начинает, дальше нужен какой-то фолл. Если брать сингл-таргет, то это стрелами раны, там, рассказ Стан Вокера, Санстрайк, Фокус, то Лич это просто будет товарищем, ну, чтобы вот АОЕ свое дополнить. Плюс Луна. Луна у нас единственный кэрри, плюс еще имеется два милишника, и Фрост Армор здесь уже будет отлично себя показывать. Ну, кстати, по поводу команды Хе-Хе тоже стоит отметить, что у ребят есть комбинация с Шадоу Демоном не только, да, на верлигейм с Лешраком, а еще вот в лейте там две луны лишние тоже не помешают, вроде как, видели. Да, кстати, это один из самых сильных лейтгингов в конце, наверное, сильнее может быть только какая-нибудь Шадоу Демоном Спектра, когда, знаешь, там две юзи с дисперсией нападают. То есть, в принципе, тут есть какие-то свои задумочки, и все может быть даже получится, если будут грамотно исполнять. Если же не получится грамотно исполнять, или же если команда окажется чуть более скилловой, то куда уж деваться. Тем временем призовой фонд The International уже составляет 6 миллионов 594 с половиной тысячи. Уже почти отметочку в 6 600 мы с вами достигли, друзья. Ну и продолжаем грейдить компендиумы. Кому там что, кстати, дропнуло за этот, за подношение, я-то, может быть, в паблике у себя разыграю пару сетов, у меня они мне не особо нужны, так что, может быть, вам их отдам. Вальвы заработали уже 26 миллионов долларов, 26 миллионов долларов, ребят, только подумайте. Ну нормально, что ли? При том, они, знаешь, они как бы, они-то что, им просто денежки идут, да, они там, говорят, ребят, а мы вам морзлоки сделаем, ну, и если бы это были не Вальвы, то мы такие подумали, да, конечно, вы сделаете, но, зная Вальвы, они всегда держат свое слово, поэтому ждем. Они, да, они не облажались в прошлом году, и позапрошлом, и позапрошлом, да, и позапрошлом, они все делают хорошо, качественно, ну, что ж, посмотрим, поехали. Да, нас ждет очень интересный ланинг, то есть у нас у Хе-Хе такая, знаешь, стабильная, стабильная, сильная связочка, это лютейший триплэн, где ты получаешь дизрапт, там сверху стан двухсекундный, алищерака, и три товарища нас накручивает под пассивкой луны, что очень здорово. Ну вот, а у Киз будут какие-то такие вот, ну, манцовочки, потому что у нас есть Кентавр, у нас есть Лич, видимо, у нас будет такая, знаешь, древняя линия Лич-Кентавр, которая была в одни времена, и Даблас, Мираны и Трен-Протектор. И вот тут очень тонкий момент, если Хе-Хе данную связку тренировали, и Лешрак умеет накрывать героя после дизрапта, то луна у нас, по идее, будет по кулдауну отъезжать, то есть действительно вот сильная связочка. У нас когда, помню, такая была связка, у нас был... Не, в смысле, это Крешак с Шаду Неманом за луну. Я говорю, если они смогут покрывать под Мирану, да, Мирану, то мне немножко планировать. Я же думаю, блин, что-то меня тоже поплавило, но я такой уже начал задумываться, типа, ну да, луна, может, я на другую линию поставил, и потом такой, так, погоди, аж Луна же там играет. Думаю, что такое? Да, прям в ступор увел. Ну что ж, смотри, кстати, в миде, что происходит. В миде какая пачка крипов уже стоит, и тут бремастера сейчас задавят вообще в хламину, ну, отбивается он пока более или менее. Ну да, Милешнику добивать крипов очень тяжело, поскольку если ты их агришь на себя, то за тобой бежит вся пачка, вот тут мы видим, сейчас за ним побежит вся пачка, и при этом еще Ренш может побежать вместе с тобой, и также всех этих крипов добивать. Ну вот сейчас мы видим панду вела их очень далеко, и вот сейчас вот более-менее, то есть крипов сошлись, и можно всех добивать. Ну нет, один минус, вот, отбил одного, второй крип тоже минус, и третий крип тоже минус. А нет, нормально, нормально. Кстати, весьма грациозно вот это вот елдой орудует бремастер. Как ты думаешь, как бы грациозно ты одной рукой вот этим бы агрегатом мог бы махать? Я думаю, что я бы его от земли не оторвал. Я думаю, то же самое. А еще бочку в противовес другую. Да, да, да. То есть ты просто по коленам в землю вошел, и стоишь на месте. Да уж. Ну, как видим, панда-силач, на самом деле нет, он не носит, он его на плече носит. А как он машет, смотри, он одной ручкой так, оу, оу, смотри, как она моделяется в разные стороны. Как будто там пакет, я не знаю, с абрикосами просто. Ну, кто его знает, возможно, там пакет марихуаны или чего-то еще все-таки. Панда, она дает пивка, и нужно что-то под пивку еще. Не, ну тогда там, я не знаю, рыбка может быть вяленая, раки. Хотя раков так хватает без этого. Так, ладно. Тут у нас что, у нас здесь Эйп Мазер играет на Миране, и пока весьма успешно, но крипов много под мапка не видит. Да, 13 крипов, в свою очередь, забито глейвами вот человеком под никнеймом Рило. Да, пока у нас Мирана стоит сверху, интересно то, что Лич у нас перетянулся наверх, и ничего интересного не то, что он перетянулся наверх и как бы он вот просто стоит здесь, и да, единственное, что он может сделать, это заполить крипов. Все, в общем-то, и на этом его функционал заканчивается. А дерево, вот оно вот что-то стоит, и мне интересно вот его мув, что он хочет сделать. Дерево хитрец, ты посмотри, опа, такой перебежал даже. Опа-опа-опа, мансы-мансы. Да, потому что панда очень толстая, у нее щиток, у нее 777 хп, у нее еще там пассивка, пиво, клапы, ну и убить ее, даже напрячь ее толком, нереально, вот единственное, что делает дерево, это идет, ищет у нас зайца. А заяц? Возвращайся. Как он наглеет, посмотри, что творит заяц, где же стань. А че нету, станут, лолом? Кентавр, кентавр, у нас, и подхожжу, и семечку, и новичку, хорошо, вот так вот, заяц, дарксир, это просто провал, что он делал? Не заметил кентавра, действительно, такой вот, миниатюрный стоит, принято его за крипа, которого в лесу недавно убивал. Да, возможно. Слышит, идет этот шаду демона, он нападает, ему уж крипы, отбили пол лица, вливать стренд протектор, погоди, погоди, смотри, смотри, на дарксира. Под дерево, а дарксир в крипах его вообще ничего не обломает, он сражается с кентавр, как будто так и надо, и в итоге у нас просто дерево четвертый левел на четвертой минуте, саппорт, который, я не знаю, да, да, который вот просто, вроде ничего только что не было у него, и сейчас он стоит уже, действительно, четвертый уровень, и пятый у него сейчас будет. Пока кентавр вернется, он тут пару пачек крипов перестоит, будет пятый левел тренд протектор, с третьим левен армором, а что с ним делать потом, непонятно. А к нему приходит дарксира третьего, который как бы оффлейнер, ну, оффлейнер и все дела. Да, конечно, грязь, друзья. Крипы этих ребят вообще не смущают, то есть, я думаю, вот если бы дота была без крипов, они бы себя вообще шикарно в ней чувствовали, потому что просто идешь и бьешь. Я сразу вспоминаю игру, когда мы были на ОСПЛ в Казахстане, мы решили зайти в компьютерный клуб покатать в дотку, тогда еще первую, на горении, и зашли в Казахстан в рум-35, и там просто Кунка с Аксом друг друга с первой минуты стоят и тупо бьют в лицо, рядом с ними крипы боют, а не стоя, и просто через атаку Акс крутится, а Кунка просто тайбрингером его месит. Это был огонь. Ладно, у нас тут поймали, лечать его временем, кажется, да, еще и проклятим его сверху прибили. Так, и стан, и отлично все сделает, и тактическая паунт. Дор! Знаешь, тут паунт как это, как в папчике, знаешь? Я только говорил про папчик, понимаешь? Просто классика. И знаешь, там, не знаю, у тебя там шесть минутных долларов, неважно, дверь, ребят, пожалуйста. Сорри, борщ сварили, надо срочно, срочно. О, мой бог. Сорри, Дор. Главное, он, знаешь, он идет, и он идет на неопределенное время. А, нет, он ушел, вот уже пришел, и нормально. Все, поехали. Как это стартовать у нас, паренек? Так, мы тут забили ногами фрегалета тем временем. Ильич пока здесь себя не очень комфортно чувствует, потому что любая вообще попытка уже запулить, не знаю, съесть крипали, там, шаг влево, шаг в право, там, расстрелы, попытка к бедствию, и тебя сразу убивает. Здесь, лечо, мягко говоря, поколовить нечего. Единственная точка, куда ему адекватно идти, например, в центр. Ну, например, в центр, или даже вниз, потому что сверху он даже не может подойти кинуть нового. Ты представляешь, насколько это жестко? Уйди в лес хотя бы, можно, да, потому что вот он идет, скушает крипца, выходит дерево. Дерево у нас почти пятого левла, Мирана тоже почти пятого левла, а тут бегает Шаду Демо второго, Лишрак третьего, и на самом деле это шанс просто зайти на ноги и набить лица. И Мирана готова, смотри, Мирана у нас бегает, 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 манит ребята с макеи, нужно действовать. И смог летать с деревом, понимаешь, что рядом кто-то есть, но Лишрак уже сменил свою дислокацию. Так, там пошел у нас пул, и видят, да, видят, что сейчас начинает пулить, Патма, а Роу будет вот сюда куда-то, в ворота, давай, Патма, ну, вот он, вот же, момент истины. Давай, Стрела! А Шаду Демон колебался до последнего, он думал, ловить или не ловить, но Тренд-то вышел, он уже понял, что там стоит Центрик, там действительно, прямо в лесу стоит на глазах у противника. Да, не стесняются. Так, ну, и что у нас тут у Кентавра? У Кентавра все тоже шикарно, посмотри, Кентавр, седьмой с половиной уровень, с транквилами и полутора тысячами денег на руках. Да, еще я отмечу, что он седьмого левела, а Дарксил, который стоит против него, он пятого левела. И вы, если вы спросите, как так получилось, ребят, ну, Дарксил здесь забожил, действительно. Так, так, такого я не видел, наверное, за пять лет доты, чтобы люди вот так вот выходили, умирали, тем более, когда у нас... Не, ну, у нас еще был СФ, но ты как раз вроде бы спал, когда был тот матч, поэтому ты видел бы это еще вчера вроде, или позавчера, когда у нас там был этот самый СФ, Рэббит. Ну, ладно, суть не в этом. Суть в том, что действительно не самая лучшая игра у Дарксира у нас была и счет пока... Тем не менее, еще 2-3, то есть вроде всего один фраг разницы. Да, единственное, он сейчас Дарксир немножко встрял за счет того, что он даже не может подойти, ударить крипа, потому что у нас у Кентаро ХП много, он может постоянно его разминать на Дабл Эйш, то есть, такой, знаешь, баланс ХП держать, а потом в один момент просто давать бурст и этого Зайца убивать, поэтому Зайцу... Зайц встрял, и у меня такое ощущение, что ему лучше просто спамить счетки, да, он это сделать, но еще и уйти в лес. Путя в Ремес, смотрим, как у нас прям движуха-потасуха. Такой махач лютый. У нас здесь реально вот идет война за крипов, но и эту войну крипов за крипов ЦСТ выигрывает, потому что они не тратили ни ХП, особо маны не потратили и у них все нормально. Панда у нас тем временем покупает по язык, кстати, это интересно. Понимает она, что она ориентируется не на ранний замес, а на более агрессивный лейнинг, чтобы можно было всех крипов добивать, ну и вообще, да, вот у нее вот урон где-то 110, 110 это очень много, у инвокеров практически то же самое, и ХВА у нас чувствует себя вообще замечательно в виде. Так, ну вот пока от инвокера не было видно никаких инициаций, наверное, связанных с тем, что все-таки комбинушки-то, ой-ой-ой, а почему не напали? Идет такой тренд протектор, у которого 200 урона с руки. С дабл дэмэджа. И говорит, блин, бремастер, ну извини, братюнь, но не сегодня. Давай как-то, у меня голова болит там, еще что-то. Я тебе потом налью. Да, ну это, это, конечно, вообще не, ну подошел просто бы тычку вжарил по этому бремастеру. Ну хотя бы заставил туизать ману, клапки, ну хоть что-то, потому что дерево у нас бегает фуловое, то есть пьет оно действительно больно, а еще если бы там панды как-то характер показывал, то можно было бы и с инвокером укрывать парня. Ну вот смотри, теперь кентавр, восьмой уровень с даггером. Сейчас мы должны увидеть мертвого дарксира, потому что есть стан, санстрайк, дабл эдж. Это идеальный план. Да? И он тоже самое думает на этот счет, он тоже имеет вида на зайца, хочется его поймать, а зайца у нас слегка вот так подходит, посмотрит, добить от науки. Такой, ага, ага, вот тут крепочек, крепочек, и кентавр спалил свой блинк. Не, он в инвизи был, все нормально. А, он в инвизи был, но в итоге дарксира делается все правильно. То есть фокусироваться на дарксира, на такой вот линии, это не самая лучшая идея, поскольку он просто кидает щитки и уходит в лес, кидает щитки и уходит в лес, поэтому в этот момент лучше всего кентавру просто побежать куда-то, там, центр, вверх и куда надо, а на низ поставить леча, потому что, или какого-то саппорта, но лучше всего леча, который будет крипов под тавру водить. В итоге кентавр нас напрягает всю карту, а леч фармит. И дарксир, он не выйдет на леча ни в коем случае, потому что кентавр, он делает свои дела. Да, я смотрю я тут сейчас, что происходит. Вот погоди, вот нас наркоманами обвиняет человек, знаешь, с каким ником? Полотенечко. Полотенечко? Полотенечко. Блин, и кто еще после такого наркоман? Полотенечко. Ну, может, не смотрел. Любый никнейм. Я все, я так в кейсе теперь буду подписываться полотенечко. Если вы видите полотенечко, играющий в ксг, вы знаете, это я. Мочите меня, как это делают у нас паби доты. Если знают, что ты играешь в игру, все. Лишь бы, не знаю, ну, такая вот, знаешь, мани, замочить своих у каждого из желания. Так, смотри, смотри, у нас там тренд пошел. Иди сюда, говорит, сюда, я тебе сказал, стоять! Еще такие удары сверху, знаешь, гулаком весьма так забавно выглядит. Так, ну и что? У нас стоит кентавр в смаке. Хочет выйти на брюмастера. У брюмастера есть ульт, так что убивать надо очень быстро. Или же нет? Во-во-во-во-во-во-во. Вот это первый клиент. Прыжок. И даже санстрек не понадобился. ему даже санстрек не понадобился, поэтому кентавр может идти искать дичь пожирнее, потому что это какая-то слабенькая для него. Ту-изи фо-кентавризи. Да, ту-изи. И вот пока расскажи про фарик. Знаешь, когда ты играешь в паблики, смотри, люди, которые с тобой, они показывают, что они могут забрать у тебя всех крипов в игре, и что ты ничего не нафармишь, доказывают тебе вот кто ты. А люди, которые играют против тебя, они докажут тебе, что они умеют тебя убивать без шансов на карте, в итоге мало того, что это, ну, ребята любят фармить, да, бывает такое твое, а твои любят еще только за тобой бегать, в итоге веселуха начинается в крайней. Да, я знаю это дело, я... Ой-ой-ой. Врыв на лну, стан минт, нормально. Кентавр только что за 130 маны, два телепорта пацанам. Ну, тоже нормально, да, развеяние. И причем, кажется, кто там, Дарксир делал еще один? Да, Дарксир делал ТП на топ, он в результате, ну, у него сейчас ТП на кулдауне, если что, придется бежать на линию, если тут махач какой-то будет. И Луна у нас делает самое правильное решение, когда вот у нас кентавр перетянулся, то, о чем я и говорил, у нас Тринпротектор, ну, стал вниз не лич, а Тринпротектор, Тринпротектор решил, что ему лучше получать вот сейчас большую часть экспы, потому что с этим щитом фактически каждый герой на карте не уязвим, не считая вот Дарксира, отлично залетела. Продаймлокер медленно-медленно пешочком выбегает, но в него залетает очередной стан и молния от Лешего добивает Млокера. Прилетела у нас вся команда КСТ, у нас кентавр идет за Мишкой, Мишка, кстати, его все еще не знает, но нет, уходит он из инвилы, его начинает бить, но кентавр, кентавр, лол-ол-ол-ол-ол-ол, ну, стан, хорошо, это патмас со своими стрелами, просто феноминальная, в результате чайник никуда, в результате погибает кентавр с критули, есть нас рут, но ничего ты не сделаешь бремастеру, братюня, да, потому что поцеливает его шедоу демон, гонится Леший, Леший начинает пить ману прям на ходу, но это минус тренд, тут, короче, мономаньяки только что фейл века организовали, это недооценка соперника, они посмотрели, у типов 0-3, думают, че мы их на изичах раскатаем, а типы-то тпшечки под вышку умеют делать, оказывается. Да, да и панду фокусить это такое себе дело, которое замакшена пассивка, то есть там он миссанул где-то раз 5 минимум, то есть, и этого хватило, чтобы развести на все ульты, ребят. Да, в результате получилось очень не круто, и луна-то фармит, вот в чем главный плюс команды Хе-Хе, то что у них есть луна, которая, в принципе, верняковый вариант, если у нее есть 6 слотов, и плюс у нее еще шаду-демон за ней играет, плюс у нее еще есть Дарксир, который умер у нас сверху, Кентавр его забрал в соло. Ну, теперь уже через Санстрайк, кстати, да, Санстрайк пригодился. Ну, и продолжается у нас веселуха-дри... веселуха, Кентавр, по-моему, ну, просто бегает и раздается им направо и налево, а Хе-Хе, они поняли, в общем-то, что им надо делать, им просто нужно накучковаться вместе. Нападает на панду, стрела, вот, наконец-то, стрела Мирана дает ру, не, знаешь, не куда-то там, а вот попаду, не попаду, она просто дает под танк Эльдавра. Вот так надо. Гениальное решение? Гениально. Гениально. Как же, как же все просто оказывается, надо дать станк стоячего типа. Ну, да, потому что, когда ты кидаешь стрелы, то мало того, что как бы, ну, от тебя зависит, да, как ты считаешь траекторию, так тупо зависит от того, куда тип пойдет, потому что он может, знаешь, там, ему могут дверь открыть, и он пойдет, там, обернется, остановится. да, он, в принципе, тоже подозревает, что против него под май играет, и может двигаться, да, как в пабе, как говорил Дэнди, в пабе можно типов вообще не хукать, потому что, ну, пока они не начнут, знаешь, стабильно по одной прямой двигаться 5 секунд минимум, потому что их движение его просто покоряет. Да, я, кстати, помню тоже, кажется, слышал эту реплику о Дэнди, что, блин, там, в пабе, они как-то неправильно разберешь, куда он бежит, в пабе, они как-то неправильно двигаются, да. Профессиональный Доте, ты видишь, он бежит там, крипов кулить, он бежит крипов кулить. Да, ты понимаешь, вот есть китаец, он там бежит, когда Даня делал, один китайец, ну, то он четко понимал, что китаец, его задача это, идти сюда. У него есть конкретные вейпоинты, по которым он ходит. Да, и там он их вытягивал просто по колдауну, а здесь у нас, в нашей СНГ Дотке не все так просто, тут нужна такая, знаешь, майнд-технология, которую нужно преодолеть сперва. Да, ну, и что у нас здесь у брюмастера, у брюмастера даггер есть, фейзы есть, боттл, что там, барабаны дальше, судя по бросирку. Ну, возможно, или просто на хп, но обычно, чаще всего, фаст аганим, чтобы у тебя панды били очень больно. Их быстро, ты он хорошее дает. Да, панды там такие неприятные сразу же становятся. Да, сейчас сразу отвечаю на вопрос, спрашивают, почему просмотры с твича тут не засчитывают, как просмотры там, ну, ни в компендиум, ни на нюкса и так далее, потому что этот канал ни к чему, ни к кому не привязан. Поэтому смотрите, через Дота ТВ по-другому у вас не получится набузить просмотры на нюкса. Я знаю, там какие-то проблемы сейчас с Дота ТВ, но Вольво пофиксят, либо после игры сразу же реплей, реплей качайте, да, смотрите, и будет вам тоже счастье. Так что не расстраивайтесь. Да, будет нормально. У нас, тем временем, ЦСТ пушит вверх, они начинают, ну, поддавливать, чтобы ТВ не полетели. Всякий митарр прыгает, прыгает у нас до широка, или широк в очередной раз падает. Хотели ТПшнуться, но Дарксир не ТПшнулся, и второй тоже не ТПшнулся. Передумали, да. Не примастер, не Дарксир, в результате на топ не полетели. В результате ТВ упадет сейчас за счет таких телепортов. Ну так, за счет таких телепортов можно еще где-то погонять даже людей, потому что спасать-то будет некому. Вот сейчас Луна, кстати, Лича немного поднапрягла, но Личку летает. Мид в результате за Дефали, ТОП не за Дефали. И еще не за Дефали мид. Да, тут пока ребята еще не отходят, но вероятность того, что получится защититься. Высоко АРОВ Минус Крифочек, нечего вышку дамажить. И залетает Тренд. Да, и в итоге команда Хе-хе у нас подпакивался свое, вот, когда все время они пенали Тауэр, который сейчас отчетчивается в Детектор. И если глядут в графике, то уже две тысячи голды и уже две тысячи испытывались. Потихонечку, потихонечку к ЦСТ они свое преимущество наращивают. Но при этом Тауэра у нас стоит, это очень важно. Потому что, когда стоит Тауэра, у вас вот такая маленькая пространство становится, вы все ужимаетесь, зажимаетесь. И для Кентавра, и Кентавру все проще вас искать, ловить, то он, вошли, забежит, и он уже фактически парочка агрессивных вардов. И все. И для Атакеров это просто рай. Смотри, смотри, Тренд подходит. Беспалева. Горит. Пригорело вот там протектора. Стан по нему еще залетел. Кентавр в троих залетает! И Санстрайк, и Метеор, и Рут, и все это в команду. Хе-хе. Просто хе-хе. Да уж, и минус Брюмастер, судя по всему. Тут Кентавр его так охраняет. Отличная попытка подстанет земляную панду. То есть вот этот Ореол, он, наверное, просто так крутится, подумал, Кентавр. Ну, такое, такое, ладно. Отличная комбинация. Вот она, вомбо комму. Не хватило только лечать чайников. Да, и был бы чайник, а, там был чайник, кстати, лол. Он просто где-то, видимо, он среди панк катался. Ага, и им было вообще фиолетово, но вот сейчас, я, кстати, не знаю, почему, что тут делает Брюмастер, учитывая то, что у Кентавра то по-прежнему есть даггер. Какой я глупец все-таки. Ну, ладно, Брюмастер успевает отсюда уйти. Хорошо. развел свою команду, но получил энное количество демоджей. Гонит у нас Кентавра, Кентавр не может убежать, подходит у нас Луна, начинают они этого Кентавра затыкать, на развороте станчик, но нет, не пошло. Вот что делал Брюмастер. Он байтил. Красава, красава. Профессионально. Профессионально байтил. На самом деле там Луна красавчик, потому что она дала бим ровно в тот момент, когда Кентавр замахивался и сбила ему стан. Так бы Кентавр там мог дать стан под вейм и как-то попытаться еще расцветлять, там поубегать, там даггер как-никак есть. Может быть, что-то и получилось. Ну да, там 2.75, в принципе, так примерно и было. Ну и пока у нас на самом деле делает легкий комбет у нас команда Хе-хея. Начинают они бить второй Тауэр, теперь Кентавра нет и залетать команду никому, но лишь так получается стан. Стан в стрелу, подойдите, подойдите, разделите дэмэж, боже мой, кидают вообще своего парня на ровно месте. Такие да они. А вдруг сейчас опять Трент-то с Ру там будет. Ну смотри, напали на инвокера, инвокера уже есть Метеора, значит он готовится к врыву с Трентом, но тут по-прежнему все тот же Сентрик. Там пишут, что Хакон творит грязь. Прям создатель грязи. Может Хакон побеждает, я вот пока посмотрю. Давай пока зацени, мне тоже интересно, что там происходит. Ну и правильно, как ты говорил, Бримастер все-таки выходит в аганим, правда Брасер у него так и остался. Закупает он себе бустер, который поинт. Да, мы тут видим, как Хакон просто уничтожает Виртуз Пром. Что? 7-1. 7-1, лол. Не, понимаешь, если вдруг каким-то образом Хакон выиграет Виртуз Пром. И поедет на Интернешнл вместо них. Понятно, что даже дело не в том, что он поедет на Интернешнл. Если они хотя бы в группе проиграют, как Хакону, то, боюсь, Пукану кого-то пара. Пукану не переживут, да. Я не знаю, это будет просто такой мрак и ужас. Это жесть. 7-1 там, да, там уже... Ты как-то неровно дышишь. Как он, на самом деле, как Иван, я не знаю, что-то он вам сделал в свое время, я не знаю. Стрела, Брюмастер попали на 4 секунды. Подходит у нас отличный митер от Иннокера, блестящий сейф от Шаду Демона и получилось много демона. Да, Брюмастер отошел, но в принципе он толком не пострадал. Да, половину ХП мы сбрили, но это не так много. В принципе, вот ССТ думает, как он портит им жизнь, этот вот герой, Шаду Демона. Он делает все, спасает от любого ганга и в итоге, я думаю, нужно просто найти его и... Казнить. Да, казнить за такие дела. Недавно нам скидывали картиночку с Шаду Демоном. Сколько я засейвил, сколько пересейвил. Так и есть ведь. Смотри, очередная стрела в таблет Брюмастеру, но и в этот раз он не успеет ничего прожать. Это Шаду Демон далеко и... Где у нас Кентавер? Кентавер, где у нас подъют? А, он только ТП, что установлено на Т2 и он идет... И Хе-хе, они что-то прям очень сильно хотят убить этот Тавер, но, блин, это тяжело, это очень тяжело противостоять таких героев, когда у вас нету током-то и преимущества убивать в лоб. В лоб Мирана, трен-протекторы, инвокеры тебя просто с ума напинают и в итоге у нас уже в ответ ЦСТ пушит. ЦСТ пушит Хе-хе, вот он шанс. Можно прям сейчас вакуумировать и давать Станфтеры. Ее Дарксир идет, выходит на двух героев, дает у нас вакуум на одну Мирану и Миран уходит. Потрясающе. Ну, в общем, суть в чем? Суть в том, что Лишраг был опять слишком далеко. Я представляю, как бомбила Бримастера, говорит, что ты его демон, упырь, где ты был? Я там стрелу опять поймал. Что ж такое? Че-то так далеко ушел от меня. Вратарь, главный вратарь команды Хе-е. Может он вейсболист, я не знаю, вот этот гилдой пытается отбивать их или еще что-то в этом духе. Или может он просто этот, кто ловит мяч, он его как на том же поле. Да, 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 да. То есть, ну, этот Бримастер, он какой-то странный. Ну, и что у нас у Луны? Там у Луны есть Блэк Кинг Барр, 12 уровень и Доминатор. нужно больше ДПСа, в общем-то. Страта Хе-хе будет работать, когда Луна будет подходить к Тавру и ДПСировать настолько мощно, что эти клави будут туда-сюда летать, такой пью-пью-пью-пью, что никто не сможет подойти туда. Вот тогда Пуш будет работать, но на ранней стадии действительно пробивать лоб сложно. То есть, у Хе-хе у Хе-хе Владе Лешрак это один из сильнейших Маджик Прокастеров. Луна, Брюмастер, который выдает много дизейбла и Дарк Сидер со стенкой в пятерых. По-моему, сильнее Дарк Сидера со стенкой в пятерых только Энигма с Блок Холмом в пятерых. По-моему, уже еще этого ничего нет. Хороший такой расчет. Но, в принципе, что под Дарк Сидера, что под Энигму кто-то нужен. И тут главный нюанс в том, что есть тот, кто будет там и под Дарк Сидера типа Луны выдавать или широко в станы. И вообще не должны чувствовать дефицита урона в бою ребята из Хе-хе выйти. Да, то есть им главное сейчас это бить хотя бы один станчик под Панду, чтобы прыгла Панда под стяжку Дарк Сидера, чтобы хоть кто-то удержал на месте пацанов и у нас носил ДПС народ. У нас начинается подходить к центральному Тауру. Кстати, вот я теперь понял, какая это грязь. Это Лич и Федер Протектор в одной игре. Ты смотри, смотри, что происходит. Это ТВРА, который просто, смотри, рейд босс. Выход, смотри. Так, поймали двоих, хорошо, прыгнул в обремастер, клайпнул, качественно клайпнул. На развороте Кентавр нашел Шадоу Демона, наконец-то он с ним разобрался, тут тем временем Луна под вышкой дает эклипс в одного Тренд Протектора, куча крипов, Пайп очень больная, Луна нарезает, нарезает, но некого бить, находит Лича начинает днаться за ним, а тем временем тут Мирана настреливает, минус, Леширак гонит также Зайца, Заяц убегает, а вот Луна у нас под Тауэром по-моему забегалась, да, забегалась она под Тауэром, начинает ее фокусить, Луна падает, и теперь время Панды, время. Панда только что-то Тренд Принту такая, Тренд Протектора, мол, давай, иди ты отсюда подальше, а вот остальных просто так прогнать не получится, все-таки под колдснепом. Ну и ребята у нас слегка заигрались, они сделали хороший минус, они убили Лича, дали свой прокаст, делали даже еще один минус, но этого маловато, да, там, чтобы под Тауэром всю команду убивать, и этот Тауэр в очередной раз стоит. Зачем шли? И вот они, вот они, да, Тренд Протектор с Личом, сейчас у нас еще Рошанчик, если бы еще можно было кидать Ливен Армор и Фрост Армор на Рошана, когда его враг месит, вообще идеально был бы, идеальная связка героев. Да, и у нас теперь ребята спокойно переходит на Рошана, а тем временем передаю известие с полей Хакон 17.1 против Витус Про. 17.1? Что? 17.2, нормально, коэффициент полезности вырос в два раза. Да, я думаю, там уже принтскрины и на ProDoc'е в статус сразу. С детства за Хакона. Хакона, Витус Про, ну и что-то такого рода. Да, потому что действительно мы видим, как вот у нас опять матч, где все могут убить всех, да, то есть не считая какой-то там одной-двух команды Тараксы и Моуза, ну которые стабильны, как ни крути. Ну блин, сегодня Витус Про показывали реально классную дотку, мы с тобой сидели и просто нарадоваться не могли, видимо мы их перехвалили немного. Ну видимо они просто взяли другой пик, потому что они там в очередной раз взяли котла, который как бы любит у нас хай защитную дотку, вообще мы с тобой видим, что если люди играют вот это вот защита, котел воевирует, ты ждешь пока на тебя придут, пока ты ждешь на тебя придут, противник там сделает уйму действий, да, и когда он к тебе придет, то все, уже мягко говоря игра будет закончена. Ну и по итогу вот здесь я верю, что хехе тоже когда-то придут, потому что вот этот лич, лич с тринтом, они меня слегка калят, то есть вот Товыра у нас не падает вообще в этой игре. Смотри, смотри, поймали Луну внизу, прожимает БКБ Луна, на что Луна рассчитывает, погоди, погоди, не, ну у нее через 3, 2, 1, он падает БКБ, врывается Кентавр, начинает бить Луна, у нас падает, так же есть Лешрак, у тиммейт Кентавра, нужно догонять дерево, семечко, нифига себе, Ренш, он с этого семечка посеял и гонит у нас Панду, Панде нужно убегать, у нее есть Эрфплит, нужно бежать, лич, лич гонится, лич, он по-моему ее догонит. Лич, он да, он лютый, посмотри, и шадоу-демон, сладкий Бубалек, еще метеором сверху по нему проехалась, да, 7,19, команда, мономаньяки, они же Ким Кост, очень неплохо сейчас все сделали, и по деньгам, по деньгам они уже 12 тысяч золота ведут, и по опыту более 15 тысяч экспириенса. Ну, по-моему, надо идти и дальше ломать, потому что необычно, когда ты видишь команду с таким перевесом, да еще с таким боевым пиком, который ждет, пока к тебе придут, то есть, тут я уверен, что надо уже однозначно нападать, потому что есть все, есть Пайп, есть Блинк Даггер, есть Некро Три, есть почти Мека даже у дерева, все, ты просто иди и миссия. Да, ну, смотри, вышка очень быстро разваливается, все-таки Некрачи, Форги, да, серьезная такая боевая машина. Ну, и у самого Инвокера там 200 урона, тоже немало. Ну, это на самом деле очень много, если возьмем ту же Кэрилуну, у нее 200, да, но она агильщик, который по Дауру, у которого там всякие бафы, а Инвокер, он помимо этого еще накастовывает, бафает Сиалакрити и, в общем, делает очень многое. Да, Сиалакрити у нее почти 300. Угу, неплохо, неплохо. Ну, смотри, что у нас здесь у Курьера. У Курьера у нас Ривер, который принадлежит Кентавру, и Ультимейт Орг, который принадлежит Патме. Так вот. Да, у Патмы уже там Монтостайл, по сути, готов. Рецепт только купить осталось, но на него уже деньги есть. Да, и вот, приобретается рецепт Патма. А у Кентавра без рецепта Тараска, чтобы люди понимали, что сейчас у них выйдет машина с тремя тысячами хп, и несмотря на то, какой бы сильный ДПС не был у Хихе в суперлейке, но сейчас этого вряд ли хватит. То, что у них есть. Да, сейчас он еще этим своей пассивкой поубивает все иллюзии, ну, да и вообще всю команду, потому что бьет она уже очень больно для противника. То есть, фактически, за каждый удар, вот если мы посчитаем, 8, 20, 50%, ты фактически за каждый удар получаешь в ответ вот там 150, нет, просто 100. Это человек, как вот два удара и в тебя долинюк. Два удара в тебя долинюк, и в итоге, значит, так бьешь его, а он тебе там в ответочку наваливает, да. Да, причем наваливает здорово, и вот этот на самом деле мощный лейтгейм, потому что кентавр, который еще и под армором леча, это вообще так нормальная тема. Да, сложно его убить, у него кулдаун надо было, это же небольшой, стан у него тоже неплохой. Сильнейший лейтгейм, один, надо дозначить на таких лейтгеймов лейнеров, которого у нас очень любит команда ДК, которая пикает его вообще в каждой игре, образом у нас там Муши на нем умудряются. Они там с переменным успехом, то Айс Айс Айс, то Муши периодически свапаются. Да, то есть вопрос в том, у кого будет инвокер, если есть инвокер, то это Айс Айс Айс, если инвокера нет, то все, Муши идет в мид. Да, то значит Муши. Да, Муши у нас на инвокере еще не доиграл, но уверен, мы его увидим как-то. Это просто Айс 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 свой сет рекламирует на инвокера, поэтому надо же как-то поддерживать Марку. Так, ну и что у нас здесь? Здесь у нас заходят в инвизия, кентавр, выходит, подходит, находит, прыжок и вот сюда. Вот только что, вот тут, ну, 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 просто жесть. Боже ты мой. А ты представляешь, как у Лешрака очко сжалось, как-то он поставил вард и видел перед собой вот эту машину для убийства. 3000 хп. Да, да, да. И самое смешное, что еще кентавр испугался после этого. Мэээ. Шутки шутками. Ну смотри, нападают на кентавра и вроде бы урона это хватает, смотри, нормально наваливают, правда, метеор, бласт, ух, там Лешрака чуть просто осколками не зацепила и не убила. Тренд протектор пока летает в воздухе, он уже рут прожал и инвокер тоже уже все свое попрожимал. Хе-хе дали весь свой проказ, но они убили ни у кого, у ЦСТ есть там ман-реген и прочие темы, но в итоге врывается бремастер. Понимаешь, нельзя отпускать, нужно убирать, только врывается кентавр, забирает у нас Лешрака, забирает у нас также, гонится за шаду демон, демон убегает, убегается команда и нужно догонять. Кентавр откулдаунится блинк дайгер, тут же в те времена находит панду, давай, нет, кентавр просто посадили, смотри, Сэви, тут бремастера, Патма, Ароу, Ароу попадает в луну, ну и на луну напрыгивает кентавр, сейчас будет стан и будет дабл-эдж, это минус мейн-керри команды, хе-хе. Нормально, нормально. Ну та же самая история, которую мы с тобой рассказывали, да, прыгает панда, прыгает даксир, там сейчас такие мишки вперед, стенка иллюзия, там, луна в БКБ, они спутят, они нажмут эту кнопочку, убегают и вообще кентавр, короче, вот эту стратегию, причем второй раз, он показывает, как хорошо ломает эту тактику, да, причем ломает эту тактику, он просто не ура, вот смотри, и сам сейчас начинает нападать, и стан по двое, и вылетел туда же, как же больно, просто больно, во всех местах больно становится после того, как ты видишь подобные вещи, а кентавр почти флор, да, ему вообще плевать, у него, понимаешь, у него с выключенной, тараска реген 20 кп в секунду, а с отключенной, и там вообще забей, под соточку, да, 78, да, еще разрывает, tranquille, палка и зимни, что-то больше, все, у нас сколько было, тихие дашки, позоросятся в своей базе, и в очередной раз, ты думаешь, что им нужны какие-то станы, или вы где-то там, про себя начали разговаривать, если хотя бы не станы, да, или если хотя бы не станы, то им нужно просто не нападать первыми, а если уж нападать, то сбоку, потому что в очередной раз, у нас драка лоб-блоб, врывает у нас кейн-тауэр, лид у нас не широка, лишь так падает, нужно нападать сбоку, но по-моему уже поздно, врывается луна, она что-то, ну да, что-то она вообще не луна, да, ну и это гг, уверенная победа от мономаньяков, они же кимкост, ну, чтобы вы не путались, называть их и так, и так. Хорошая игра, мне понравилось. Изи катка быстренько, 32 минуты, так что, нормально, нормально. Ну и что ж, следующий матч, по-моему, у нас будет Джеранус, я знаю, да? Там, там у нас тоже из последних каток должны быть интересные матчи, сейчас выясним, да, значит у нас ждет следующий матч, матч это NextCZ против Virtus Pro, а потом у нас, видимо, будет вот матч, где Роксы будут сражаться с мономаньякс, то есть вот будет интересно посмотреть на эти два коллектива. Да, 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 это будет действительно очень любопытно, ну что ж, я пока говорю вам, друзья, что мы уходим на небольшую рекламную паузу, после которой вернемся, собственно, на те самые матчи, которые только что мы вам перечислили, далеко не разбегайтесь.